Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел своему обыкновению вошел к ним, и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Но уверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпой и возмущали город, и, приступив к дому Иосона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иосона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. А Иосон принял их, и все они поступают против повелений Кесаря, почитая другого царем, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иосона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая описание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин, и мужчин, и мало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом слово Божие, то пришли туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Силу и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских исторических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать этот суеслок, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им и Иисуса, и воскресения. И, взяв его, привели в Ариапак и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое. Афиняне же все, и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И, став Павел среди Ариапага, сказал, Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано, неведомому Богу, сего-то, которое вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший в мире все, что в нем, Он, будучи Господом, небо и земли не в рукотворенных храмах живет, и не требует служения рук человеческих, человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из них, из нас. Ибо мы и им живем, и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших сеготворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, веровали. Между ними был Дионисий Ареапагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ним.